В начале июня 2011 года сюда, на мемориальное Лычаковское кладбище Львова съехались люди из многих стран, из Италии, Армении, России, разных областей Украины. Но больше всего гостей было из Польши. Среди них был и министр национальных меньшинств правительства, и сенаторы польского сейма, и много духовных лиц польской католической церкви. Все эти люди направились на ту часть кладбища, которая называется кладбищем Орлят, и где были похоронены польские борцы, павшие в разные времена за родной им город. Когда-то, в советские времена, память о них и вообще о польской истории в судьбе Львова хотели стереть начисто. Вместе с могилами не только польских, но и украинских, так называемых, националистов, коммунистическая власть хотела уничтожить саму память о досоветской жизни в Галиции. Именно тогда, в 1972 году, тайно, ночью, группа прихожан-католиков проникла на это кладбище и вскрыла в склеп недавно захороненного здесь человека. Его гроб был перенесен в чужой фамильный склеп и замурован там. На следующий день чекисты пришли, чтобы уничтожить могилу этого человека. Но его склеп был пуст. Как оказалось, для того, чтобы этому человеку обрести свое законное место у покоения, должно было пройти больше 70 лет. И сегодня все эти люди собрались здесь, чтобы отдать ему последнюю дань уважения, последнюю память, последний поклон. Этот человек был горячим патриотом Польши. Он был польским сенатором и депутатом Галицкого сейма. Он был настоятелем Кафедрального собора армянских католиков Львова. Он был последним армянским архиепископом Польши. Этот человек был армянином. Звали этого человека Юзеф или Иосиф Теофил Теодорович. Перезахоронение армянского архиепископа Польши всего лишь одна из точек длинной и древней истории, которую мы хотим вам рассказать. Это история многовекового и вынужденного исхода армян со своих родовых территорий в Закавказье и Малой Азии. Исхода не на юг и на восток, а на север и на запад. История появления огромного количества армянских общин в средневековой, восточной, а затем и западной Европе. Истории, оставившей европейцам огромное духовное и культурное наследство. Историю армянского наследия Европы. Это Крым, легендарный полуостров, который, благодаря исключительному географическому и геополитическому положению, прекрасному климату и разнообразию ландшафта, по праву снискал славу одного из самых благословенных мест на Земле. Во все исторические времена он был притягателен для многих народов, которые переселялись сюда, находили здесь приюты кров, делали его своей малой родиной. Некоторые ученые-востоковеды относят первое появление армян в Крыму к VI-VII веку. Однако последние исторические данные позволяют перенести начало этой хронологии на значительно более ранний сел. Армяне оказались здесь уже начиная с Кемерийского договора с урарскими царями о военной взаимопомощи. Есть даже такое мнение, что Кемери и Кум Айри это означает муж, кемерийские мужья, то есть где они находились по приглашению вот этого договора в Ленакане, да, Гюмри, вот этот. Фонетически вот этот Кум Айри это место, где остановились кемерийцы. Еще тогда был союз урарского, арадского государства с Кемерией и с этих времен армяне здесь присутствовали. Начиная вот до нашей эры, вот ближе к I веку, вот здесь жили греки, армяне, кемерийцы, тавры. Одна из самых больших волн иммиграции армян в район Крыма приходится на середину XI века. Исторически, с улучшением политических и социально-экономических условий, здесь появляется все больше возможностей для обустройства новых иммигрантов. В XI веке, когда пал Ани, 1045 год, а потом после землетрясения Аниского, население Ани выехало и начали искать новое место, где можно было жить. Оно и совпало с падением Армении двумя потоками. Один поток поднялся наверх, потом оказался в Крыму, а другой спустился вниз в Киликию. В течение XII-XIV веков армянские колонии в Кафе, Феодосии, Судаке и Салхате, в Старом Крыму, настолько возросли по численности, что в это время в европейских официальных документах даже появляются такие латинские названия этих местностей. Армения-Магна и Армения-Моритима, то есть Большая и Морская Армения. В XIII-XIV века так много было армян в Крыму, что есть и в государственной архиве, что иногда было время, что даже Крым назывался Морская Армения. Вот просто представьте себе, вот в Крыму считалось тогда более чем 200 армянских церквей и монастырей. Только в территории, в территории Феодосии 47. По мере усиления трудностей в Армении в Крым переезжало все больше поселенцев. В XII веке здесь насчитывалось более 40 приходов армянских апостольских христиан, и армяне стали по численности второй этнической группой Крыма после крымских татар. Есть много историков, я понимаю, их недовольство, когда они говорили об армянах, вот непонятный народ, непонятно они куда идут, что ищут. На самом деле мы знаем, куда они ходили, что и искали. Они искали свою родину, искали, где можно было жить, искали эту воду, где как бы по вкусу, искали место, где можно было посадить виноград и так далее, и так далее. И они, в общем-то, опять-таки вернулись в вот этот регион, где можно было и заниматься виноградным делом. Но опять-таки попали в Крым и так далее. Вот это искали они. В 1470 году по переписи население Феодосии на две трети состояло из армян. Купцы и ремесленники находили здесь хороший сбыт своих товаров и услуг, а сухопутные и морские сообщения делали торговлю особенно удобной и прибыльной. Кроме того, благодаря уживчивости и трудолюбию армяне быстро налаживали добрые взаимоотношения со своими соседями. Храмы и школы это первое, что строили армяне, оседавшие в Крыму. Монастырские школы Кафы и Сурбхача готовили ученых-монахов, переписчиков, миниатюристов. История гласит, что Ованес Инек и Себастий, который потом был епископом, который похоронил здесь, он ночью, которые поднимались отсюда вверх, другой монастырь, святого Степана, Сурбстепанос. Вот это, кстати, 150 лет старше Сурбхача. Они видели ночью здесь пламенный, огненный крест. И по этой же видению они, он построил и его семь братьев, вот и братья по духу, построили храм Сурбнышан в переводе святое знамение. А уже, как братья уже собрались, и монастырь Сурбхач, святой крест. Лес высокий и тенистый, всюду горы и пустырь. Что такое? Стены здания? А, так вот он, монастырь. Что ж, однако, где же люди? Вкруг все тихо, лишь журча в арке белого фонтана льется светлая струя. Эти строки Максимилиан Волошин посвятил вот этому старинному армянскому монастырю Сурбхач или Святого Креста, последнему из существовавших некогда вокруг Салхата, ныне Старый Крым, четырех армянских монастырей. В разное время в Сурбхаче жили и работали многие выдающиеся деятели армянской культуры. Остатки средневековых фресок до сих пор сохраняются на стенах храма и притвора, а миниатюры, выполненные на страницах рукописей, хранятся в Ереванском институте древних рукописей Матана Дарани. Церковь монастыря построена в середине 14 века. Позже к храму был пристроен гавит, притвор с колокольней и братский корпус с келями для монахов. Многие замечали, что монастырь больше похож на крепость, чем на смиренную обитель. Окна, как бойницы. А с колокольни, похожей на сторожевую башню, всегда была видна дорога, по которой в монастырь приходили не только друзья, но и враги, и тогда он становился оборонительным укреплением. Сегодня монастырь возрождается, и посещают его, и молятся в нем далеко не только армяне. Мы просто приехали, очень давно хотели здесь побывать, и совершенно случайно встретили отца Арика. И он к нам отнесся, так по-доброму, камин зажег, мы посидели, пообщались, то, что у нас было, гостили у нас. Мы хотим делать то, что вот Господь Бог, это очень трудно, это нелегко, потому что, что такое любовь? Любовь это пожертвование, это все в одном, и Бог есть любовь. Просто искренне, вот передаем то, что от Бога мы познали, а здесь армяне, русские, украинцы, даже здесь, слава тебе Господи, свидетели есть, даже местные татары, мусульмане приезжают, да, конечно, они даже нам помогают тоже. Спасибо Господи вам, вы знаете, какую духовную радость мне сегодня дали. Ура! С наступающей Пасхой вам! Если будете здесь, у нас тоже, в воскресенье приезжайте. Хорошо? Храни вас Господь, берите с миром. Спасибо. Недавно иеромонах, отец Айрик, назначен викарием Крымской епархии Армянской апостольской церкви. В середине 18 века границы этой епархии с центром в монастыре Срубхач доходят до Молдавии и Балканского полуострова. И сегодня обители это остаются одним из основных центров паломничества Армянской церкви в Крыму и Северном Причерноморье. В конце 20 века усилиями крымских армян и духовенства Армянской апостольской церкви монастырь снова возрождается. Несколько лет назад здесь были возобновлены богослужения и появились первые монахи и послушники. А это значит, что разорванная богоборческими властями незримая цепь преемственности армянской церковной традиции и армянской духовности снова восстановлены. И уже новые хачкары вновь освящают древнюю землю Таврики. Я как викарий по Крыму и как настоятель монастыря Срубхач для меня цель это по Божьей воле чтобы то, что мы наследствовали от наших отцов мы могли достойно не только сохранить но и в достойном виде передать нашим поколениям. До последней четверти 15 века вблизи монастыря Срубхач существовал небольшой армянский город Казарат. Армянские князья держали там свое войско и по договору с генуэзцами защищали Кафу от нападений. В самой же Кафе имелись армянские школы, десятки церквей, банки, торговые дома, караван-сарай, ремесленные цеха. Город был одним из духовных центров крымских армян. Причем столь известным и важным, что в 1438 году кафским армянам было предложено послать своих представителей на Флорентийский Вселенский Собор. Недаром в 17 веке 46 тысяч армян здесь жили. Тогда составило 70%. Это немалое количество. Это можно сказать, вот скажем, теперечным меркам можно сказать, где-то у нас за пределами Армении есть город, который миллионник. Даже в начале 20 века в Феодосии действовали около 14 приходских армянских храмов. Армянское население перед Второй мировой войной составляло здесь до 25%. Сегодня в чудом уцелевших от разрушений храмах служба идет на церковной славянской. И принадлежат они по большей части русской православной церкви. Многие верующие даже не догадываются, что они ходят в армянский храм. Хотя зримые свидетельства тому видны здесь повсюду. И для входа в храм надо, чтобы нога ступила на армянский надгробие. Вот допустим, семья, да, там иногда неправильно раздел имущества, да, иногда. Кто-то из братьев там говорит, ну, неправильно, но не буду же я ссориться. Правильно. Вот сейчас вот в таком состоянии мы находимся. Сказать, что мы не хотим этой церкви или что-то, это будет, в общем-то, неправильно. Более того, нам очень больно, чересчур больно, когда они хотят видоизменить его. Это уже, это уже кощунство даже не против армянской церкви, а против, в общем-то, культурного наследия. Нельзя видоизменить. Это культурный пласт моего народа в данное время. Не имеет значения. Я армянин, или грек, или что-то. Нельзя уничтожать культуру. На улице армянской в Феодосии расположен храм святого Саркиса, один из немногих самых древних сохранившихся и действующих в Крыму армянских храмов. Наша церковь XI века. Вот там крестьянская укладка, анистские вязь. В Армении нету нету церковной культуры многоапсидных алтарев. То есть это именно вот они, вот регион анистский, там вот строили такие церкви многоапсидные. Первым из этих свидетельств это церковь святого Саркиса и так далее. Там церковь архангелов, церковь святого Стефана, наш монастырь Сурбхач, потом во Львове как они построили Львовский наш церковь. То есть они многоапсидные это именно анистская культура культура анистских строителей. Известно, что при храме святого Саркиса в средние века действовал один из крупнейших армянских скрипторий школа, где учили искусству миниатюры и гравюры. Здесь творили многие известные мастера миниатюристы, песцы и художники. В стене храма святого Саркиса над дверью имеется плита с армянской надписью, сообщающая о том, что в 1880 году храм был перестроен, поскольку значительно пострадал во время пожара. Перестройка была осуществлена наследство Ивана Айвазовского, для которого храм Сурб-Саркис был родным. Здесь художник был крещен, здесь он венчался своей первой женой, здесь же в 1900 году его отпевали. Согласно желанию Айвазовского, он был похоронен в ограде этого храма. На мраморной доске надпись на армянском языке «Родившись смертным, оставил по себе память бессмертную». Быть армянином это нелегко. Быть армянином это значит носить на себя культуру на 6 тысяч лет. Это и обязательство быть армянином, потому что через меня люди могут познавать мой народ. И каждый армянин должен так не только думать и жить. Да, так и думали и так жили большинство армян на чужбине. Но, увы, не всегда их труды и их вклад в культуру стран рассеяния получал достойную оценку и честное признание. И когда армяне были вынуждены покинуть обжитые и обустроенные места, очень часто их храмы оказывались беззащитными, а могилы предков оскверненными. Как это не прискорбно, но надо признать, что жизнь и судьба армянской общины Крыма исторически всегда оказывалась заложницей политических раскладов и торга между главными игроками на этой земле. Сначала генуэзцами и Османской империи, позже татарским ханством и Россией. Армянам то давали самоуправление и привилегии, то гнали и выселяли их, восвояси всем народом, как произошло это впервые при Екатерине Второй. И чтобы утарить экономику татаров, Екатерина решила людей отсюда перевезти. И это было три раза депортация армян. Во-первых, в 1779 году, в-второй после русско-турецкой войны, а в-третье уже известное событие во время советского перевода после Второй мировой войны. Знающие люди знают о том, что были депортированы сначала татары, потом армяне, греки, болгары, готы. А до этого вообще были депортированы немцы. Потом была вторая волна, уже, скажем так, тихая депортация в 46-м году. Собирали тех, которые воевали и возвращались после 45-го года. они думали, ну как, мы воевали, мы же не враги, мы освобождали там, и так далее, и так далее. Они вернулись, вернулись, но их тоже депортировали в 46-м. Их тоже. А уже здесь задача была не оставить следа. Просто, допустим, не оставить армянского следа в Крыму или татарского следа. Не должны быть. Вождь сказал, все, оно должно быть. Да, судьба армян в рассеянии была горькой, а очень часто и трагичной. В результате турецкого геноцида армян в начале 20-го века снова накатывает новая волна эмиграции в Крым, на сей раз и Западной Армении и других областей Османской империи. Они приезжали сюда, зная, что найдут и кровь, и защиту, смогут опереться на плечи своих соплеменников, живущих здесь уже столетиями. Приезжая, они, конечно, начинали снова восстанавливать жизнь со строительства храмов. Зримым памятником того времени является армянская церковь в Ялте, которая очень напоминает древний храм Репсиме в Ичмядзине. Крымская Сурб-Репсиме была возведена на деньги крупного бакинского нефтепромышленника Гукасова в начале 1914 года. Сложилось так, что храму было отпущено всего пять лет. В 1919 году он был закрыт безбожниками и чекистами. Но даже когда он был то складом, то музеем, слова и музыка армянского богослужения хоть и тайно, но все-таки звучали в его стенах. Ну, был дьякон, он в то время, когда здесь был музей, приходил по воскресеньям и с разрешения хранителей пел. Я тогда был поражен акустике, во-первых, этого здания, а во-вторых, мастерство этого дьякона. На армянском, конечно, бог ты мой, и сейчас служба идет на армянском. История не сохранила нам имени этого церковно-служителя, как и имена тысячи миллионов других наших соотечественников, безымянно и кротко донесших до нас свет христовой веры и слова молитвы на армянском языке сквозь все жестокие времена испытаний и гонений на чужбине. Есть такая фраза, что кого бог любит, тому он посылает самые большие испытания. Вот, видимо, бог очень любит армян, потому что испытания этому народу выпали очень серьезные. И те катаклизмы, которые претерпела Армения, заставили армянский народ разойтись по всей Европе. И в каждой европейской стране мы находим армянские корни, мы находим армянское влияние, мы находим армянское наследие. Потому что армяне народ, который приходит созидать, он приходит становиться частью. Он приходит на новое место и там вместе с народом Украины, Польши, Румынии создает. И это всегда ценится. Да, эта способность армянской диаспоры созидать, обустраивать мир вокруг себя ценится и сейчас, и ценилась и раньше. Армяне на просторы Украины пришли очень давно, что называется незапамятные времена. Историки считают, что армянские поселения на Галицкой земле существовали уже в 10-м столетии, а королем Данилом Галицким армяне, как умелые строители и ремесленники были приглашены в середине 13-го столетия для участия в основании нового города, который получил свое название от имени сына короля Льва. Но еще раньше, в 9-м и 10-м веках, дружины армянских воинов из Кафа приглашались для защиты рубежей Галицкого княжества. Про это писали и давнейшие историки Львова. Они писали что-то в таком в Львове еще за часы князов Левы и Данила были верменские люди. Были запрошены верменные воины. Тут были и купцы. Торгивцы купцы, точнее в давнину это было совсем не то, что купцы сейчас люди, которые занимаются торгием. Это были люди универсалы. Люди, которые занимались в том числе и воинскую справу. Тобто купцы тогочаса это обычно были люди высокосвеченные и мудрые, интересные, для которых торговая деятельность была только одним из направлений их деятельности. Армянская диаспора во Львове была наибольшей в Украине. Ведь именно здесь в 1364 году был основан гипархиальный центр всех армян Руси и Валахи. В середине 14 века Льву было предоставлено Магдебургское право, согласно которому национальные общины получили местное самоуправление. Именно в это время начинается формирование средневекового ядра Львова. Армянское поселение оказалось центральной части города и именно с этих пор началось развитие улиц армянских кварталов. В всем древнем княжном городе живет моя родина Абрагамовича. Как теперь известно из исторических джерел, еще до заснувания в 1256 украинского міста князем Данилом Галицьким есть историческое подтверждение того, что именно в Львове проживали вирмени. Тут было поселение вирмен. И как раз на этой картине есть изображен центр города и изображена гора, с которой началось наше древнее место Львов. Это высокий замок. И именно на подзамке беже поднижка этой горы было первое поселение моих предков вирмен, которые проживали, как я сказал, еще на этих терринах до заснувания города Львова. Центральной частью армянского поселения Львова стала улица Армянская. Впервые это название фиксируется в документах в 1441 году, хотя первые упоминания об армянском храме на Армянской улице встречаются еще на сто лет раньше. Датой завершения строительства Армянского кафедрального собора считается 1363 год. Деньги на его строительство дали меценаты Акоп Яков из Кафы и Фонос из Гайцаранца. Армянский Аббат Кайтанович, который когда-то служил в этом соборе, в своей работе Кафедральный собор и его окружение утверждает, что архитектором Армянского собора во Львове был армянский зодчий, который построил его по проекту собора в древней армянской столице Ани. Архитектурная связь между соборами во Львове, Кафе Феодосии и древней Ани столь очевидна и наглядна, что зримо отвечает этими храмами вехи пути армянского для того, чтобы защититься как вермянами они должны были жить дещо с отдельным жизнью. Но никаких конфликтов ни с поляками, ни с русскими не было. Больше того, они себя чувствовали и детьми и этой земли. Для многих людей образ вермянина это лесок кавказской национальности, извините, так любят простые люди говорить, что стоят на базаре, торгуют диням, кабунами, что-то. Тобто саме таки очень часто на жаль возникает образ. И люди просто забывают, на жаль просто не знают про то, что это народ с многовековой тысячелетной культурой, традициями, в том числе и торговельными, которые не имеют никакого отношения к обычной торговли на базаре диням, колонам и всем другим. Вермейская диаспора виконувала функции купцов. Это были разумные, мужные люди, которые обеспечили связь сходу с заходом. через выполнение самих цих торговых функций, которые сгодом, в силу того, что купцы вермейские володели многими мовами, схидными, володели швидко мовами захидными, как талановитый народ, и в них они поединили функции копецкие с функциями дипломатичными. Это была дипломатия, которая забеспечила контакт сходу и заходу. Это информация, которая передана мне, моим отец, моим дедам, и это то, чем я ваудию. Во Львове с 16 века работала армянская типография, в которой был напечатан один из первых армянских псалтирий и другая богослужебная литература. В 1618 году Аванес Карматинянц издал здесь молитвенник, единственную в мире печатную книгу на армянно-кипчакском языке, который был письменным вариантом разговорного языка армян в Крыму и на Украине. Огромный массив документов армянской общины до сих пор хранится в городском архиве Львова. История галитской земли складывалась непросто и люди, которые жили на ней, были вынуждены преодолевать испытания, которых немало выпадало на их долю. Вместе со всеми их преодолевала и армянская община. Во времена правления польских королей Казимира Великого и Зигмунда на эту землю приходится еще две волны армянской миграции. Это было связано прежде всего с падением царства Киликия в конце 14-го столетия. Новые армянские эмигранты приезжали на Подолье, Волынь, в Галицию. Они не были в якости споживачил того богатства на землях, в которых опинялись вермени. Это была суть святогляду верменской диаспори. Очевидно, это был стержень, который за сотни лет не менялся. Этот шляхетный шлях шлях, который предъявлял вагомый внесок в то средовище и в то суспільство, где вермени опинялись и, как мы знаем, в многих випадках несвоей доброй воли в силу исторических обставин приходилось покидать коренные верменские земли. И цей слід настолько вагомый залишился, что для нас сучасников это абсолютно очевидный доконанный исторический факт, что там, где была диаспора верменская, всегда была культура, была интенсивная торговля, которая давала соответствующие статки верменам, и эти статки использовались шляхетно и использовались для блага всех людей и всех народов, которые на этой территории проживали. Дед академика Ареста Абрагамовича Богдан еще знал армянский язык и говорил на нем. На старинном Лычаковском кладбище во Львове находится фамильный склеп этого древнего армянского рода, пустивший свои корни в Галиции 7 веков тому назад. Много здесь и других армянских склепов, да вот только не всякий может распознать заполонизированными фамилиями армянские могилы. Живя в преимущественно польскоязычной среде, львовские армяне часто предавали своим именам польское звучание. К армянской фамилии присоединяли суффиксы ович, евич, так, например, Тарасян становится Тарасовичем или Тарасевичем, Степанян Стефановичем, Симонян Шимановичем, Абрамян Абрагамовичем, ну и так далее. В один из этих фамильных склепов и был в 1939 году перенесен и спрятан гроб с прахом последнего армянского архиепископа Львова Юзефа Теодоровича. Сенатор польского сейма Лукаш Абгарович очень высоко оценивает сам факт восстановления первоначального места захоронения. Для всех армян это событие огромное, ибо над гробом великого армянина собираются здесь армяне всех обрядов. Вчера мы молились в городском пофедральном соборе, который является собором апостольской церкви, и мы молились в соответствии с армянским апостольским обрядом. Сегодня мы молились в соответствии с католическим армянским обрядом, но все вместе. А вообще для поляков Теодорович является очень почитаемым человеком. Нужно знать, что в межвоенный период в Польше лишь дважды провозглашался общенациональный траур. После смерти Пеусутского, и об этом известно практически всем, и после смерти Теодоровича. Такой был масштаб этой личности. Своей своими працелубностью, своими талантами, своими хистами майстрових людей и людей, которые умели организовать торговлю, вермены за всех времен были многой нацией. Многой нацией. Это же великое достигнение, что вермены не шли по свете жебраками. Они приходили, они находили себя, они умели себя организовать, каждый лично и громада вермена. Во Львове работала большая группа армянских живописцев, среди которых выделялись Павел Богушевич и его сын Шимон. Благодаря их портретам остались запечатленными лицевидных представителей армянской общины Львова в старые времена. С 1640 года рядом с собором существовал львовский церковный банк Мон-Пью в переводе гора милосердия при армянском братстве. Он был единственным церковным банком во Львове и на землях всего польского королевства и просуществовал вплоть до 1939 года. Уникальность банка заключалась в его средневековом происхождении в 300-летней истории деятельности. И хотя сегодня здесь ресторан бюсты армян директоров этого банка до сих пор украшают его двор. И они добивались успеха, что лидеры вирменской громады очолювали княжи княжи Львов. И вирменин Булатан Зимирович стает бургомистром. И мы знаем из истории, что он оставил великые статки после себя, которые были за его тестаментом признаны для развития города Львова. Я таких других прецедентов не знаю. Армяне подарили Львову не только таких выдающихся личностей, как бургомистр Бартоломей Зимарович, но и знаменитый историк Садок Баранч, изобретатель керосиновой лампы фармацевт Игнат Лукашевич. А в 40-х годах 19-го столетия известный талантливый химик, врач, фармацевт и библиограф Теодор Тарасевич открыл лечебные свойства источников вблизи Трусковца и основал здесь всемирно известный теперь курорт. Мало кому сегодня известно, что выдающийся пианист, дирижер, композитор, любимый ученик Шопена, один из основателей галецкого музыкального общества, Кароль Микули, тоже был армянского происхождения. К сожалению, нынешние энциклопедии этих выдающихся людей относят к полякам, венграм, румынам. Однако сами они никогда не забывали Армению и не отрекались от своего армянского происхождения. Я думаю, что это говорит в первую очередь про глубокую культуру вирменского народа, культуру в широком понимании слова. Потому что именно такой ключ к существу и жизни к существу есть оптимальный. Когда вирменин остается вирменином за своим духом и за своими переконаниями, и в тот же час именно в таком ключе общается и работает с народами, которые представлены на территории, на которых остановилась наша диаспора. Это феномен. Когда становишься старше, когда сиди не трогают виски, когда жизнь тебя уже побила, ты начинаешь размышлять, зачем ты живешь на этой земле и что из твоей жизни проистекает. Когда ты понимаешь, что жизнь это величайшее посвящение и благо, которое тебе даровано, ты начинаешь думать, а что ты должен делать здесь? Нельзя подвести предков, нужно дать себе уровень, поставить планку и сказать себе, если не ты, то кто? Ты должен это сделать. Ты восстановил храм, нарисовал фреску или ты сам создал что-то значительное. У тебя есть такое приятное ощущение. Эй, предки, мы продолжаем. Один из удивительных феноменов зримо являющих причудливые изгибы судьбы армян в Европе находится здесь, на берегах Дуная, в Вене. Казалось бы, где Армения и где Австрия, но в начале 18 века именно сюда, после взятия триеста Наполеоном, Бонапартом, перебирается большая группа армянских священников в конгрегации мхитаристов. Основатель ордена хитар Севастийский еще раньше бежал от преследования турок из Константинополя в Венецию, где основал армянский монастырь на подаренном ему венецианскими дожами острове Сан-Лазаро Дельи-Арменьи. Главным направлением деятельности ордена всегда было культурное развитие армянской диаспоры, сохранение языка и памятников древнеармянской письменности. Очень важно для Европы, что мы, армяне, показываем здесь свое истинное лицо, что мы являемся нацией, которая способна не только сохранять культуру, но и творить ее. Типично армянскими нашими экспонатами являются, например, хачкары, а также это типичные армянские рукописи, армянские миниатюры и музыка. Очень много у нас предметов армянского церковного ритуала. История этой коллекции насчитывает уже более 200 лет. Все это время, пока мы находимся в Австрии. Это история, что мы почти сейчас 1811 до 2011 200 лет в в Монастыре В Мхитаристов помимо собственной типографии находятся большие коллекции не только инкунабу и древних рукописей, но и собраний живописи и даже более 150 старинных армянских ковров. священник мхитарист это прежде всего духовное лицо, которое является также хранителем этой культуры. Собирателем, хранителем и покровителем это три важные пункта собирать старые, хранить и поддерживать и передавать традицию дальше. Это важно для следующих поколений. И все армянские древности, которые священники находят в своих странах, будь то Армения, Ливан, Сирия, Турция и даже Америка, они присылают сюда в Вену свой второй отчий дом. Первый находится в Сен-Лазаро в Италии, а здесь второй. И сюда присылают уже на протяжении 200 лет. И сюда в Вене отправили в Мутер в Сен-Лазаро в Италию и здесь в Сен-Лазаро в Италии в 200 лет. Армяне оставили свой значительный след не только в духовной, но и в обыденной бытовой жизни Вены. Посвященные знают, что традиция пить кофе по-венски появилась одновременно с появлением в Вене бежавших из Турции армян. Да и первое венское кафе открыли оказывается тоже представители армянской общины. Есть исследования, что каждый приходит на сетт по результату, что две важные персоны есть одно исследование, в котором историки приходят к такому выводу, что первооткрывателями кафе в Вене были две важные персоны и оба оказались армянами. Один Диодатус Ассоциатур, который приехал из Польши и другой Георг Кальшицкий. Оба были армянской происхождением и первоначально уже при осаде турками эти семьи уже посильны здесь в Австрии. Уже с того времени первые кафе были построены и дальше содержались только армянами. И есть тому доказательства, к примеру, на улице Рототурмстрассе, где написано и объяснено, что первая кафе в Вене была создана в Диодатусе. Рототурмстрассе, где это первое кафе в Вене кафе в Вене кафе из Теодатус. Первые кафе были родом из Падолья, которая в то время входила в состав польского королевства. Армяне поселились в Каменце Подольском, как свидетельствуют летописные источники, еще во второй половине XI века. Они заселили центр южной части старого города. Эта часть Каменца, которая по сравнению с остальной территорией города отдаленно напоминала горный рельеф с террасами, спускающейся в каньон реки Смотрич. В этом месте река образовала своеобразную петлю с полуостровом, на котором с древнейших времен существовали военные укрепления. Я думаю, что певденские схили острова, скелястого острова старого города напоминали им родную Верманию, Кавказские горы, скелястые террасы, на которых я же сам живу в верманских кварталах, на которых в самом деле росте виноград, не районованный, не зонованный, не пристосованный, чипляючись за камень, он выросла, пускаючи корени, так же, как и вермании, мусили на новой для них батьковщине снова пускать корени, переселившись сюда из сруйнованного Ані, древние Анійцы, которые переселили сюда, и для них каменец стал другую батьковщину. И по своему рельефу, и по своему этому, то есть, это очень много, когда бывают гости, говорят, это же смотрят, говорят, и каждый раз повторяют мне одну и ту же фразу, говорят, вот я смотрю, говорит, вот этот каньон, это все, и чувствую себе, что я нахожусь в Армении. А эта фраза стала для меня, скажем, это как проверка, вот человек, который когда-то жил в Армении, он сразу начинает это ощущать. И, видимо, наши предки тоже когда-то, когда приехали сюда, скажем, на эту землю, то тоже из таких же соображений остановились здесь и начали творить и жить. На той час каменец на перехресті торговельных шляхов еще немаловажно гарно укреплене место, яке дае гарантію спокойного життя, безпеки. А вермени, як люди, які завжди в ті часи мали успіх саме в проведенні бізнесу, які були гарними ремісниками, і ось тут вони якраз за цими мурами і знайшли гарне то місто, яке дійсно насправді стало їх другою батьківщиною. Наверне, тому і поселились тут перші представители армянської общини. Еще в XIII веке вони основали в Каменце разрушену ныне церковь Благовещення, а впоследствии в конце XIV века Николаївську церковь, рідом з котрой позже построили прекрасну пятиярусну колокольню, єдинственную сохранившуюся до наших днів. Ми зараз знаходимося на території, де збереглися рештки фундаментів древнього вірменського храму, храму Святого Нігола, як він називався за часів існування тут вірменської общини. Напротязі сотень років це був основний головний вірменський храм. Цей храм зведений ще в кінці XIV в XIV в 1398 році на кошти багатого вірмена, сина на котлу бея, про що є спогоди його особисті, де описується завершення будівництва саме в 1398 році на честь Святого Миколая храму в місті Кам'янця Подільському. На жаль, цей храм, який напротязі своєї історії не один раз перебудовувався, він страждав і від пожеж, він був зруйнований і турками під час захоплення міста Кам'янця в кінці XVII сторіччя, він врешті був остаточно зруйнований в 1930-х роках воєнничими атеїстами під час становлення радянської влади. На землях, вошедших в Великое Княжество Литовське, сохранялся принцип, провозглашений князем Альгирдасом. Мы старое не меняем, новшества не вводим. Благодаря этой мудрій политике армяне на протяжении почти пяти веков жили здесь по законам своей Родины і в отрыві від нее сумели сохранити всі свої історико-культурні традиції. Литовські князья, а затем і польські короли з давних времен дарували армян разными привилегиями і стремились привлечь їх на постоянное жительство. З того времени почти п'ять веков в Подольї розвивалась і просуществувала армянська община, в разное время насчитывавшая от трехсот до двох тысяч семей. З Криму, не Західної Європи, саме з Криму вони прийшли. Вони навіть вживали кипчатську мову. І книжки вірменські вони написані кипчатською мовою. І документи вірменські були написані кипчатською мовою, а вже в XVIII столітті з'являється в цих документах вірменського суду і латина, і польська мова, а перші документи написані кипчатською мовою. В XIV веке в армянській часті города сформувалась площадь, которая получила названня армянського рынка. Позже она называлась Николаївськой, Соборной. Здесь, кроме вот этого здания магістрата армянської общины, существовало раніше много каменных і жилых торговых домов армянських купцов. Це була довга така площа, яка і була центром життя вірменської громади. Сюди приходили оці каравани зі сходу, там нагружені східними товарами, келемами. І за споменами сучасників вірменські патріці, найбільш поважні купці, а як правило, вони були і членами магістрату вірменського, вони виходили на балкон цієї ратуші і встановлювали ціни на ці товари. К 16 веку здесь, в Каменце, уже существовали армянські школи, храмы, госпіталь. Причем, це були перші каменні строїни в місті, від до появлення здесь армян в строїті того времени использували по преимущество дерева. Армянські каменотеси і строїти передавали містному населению свої многовекові традиції строїтства із камня. На кожному шагу в Каменець-Подольську можна побачити це вліяння, тобто це білокам'яне обрамлення, обробка камня, це все це, яке традиційно армяне привезли культурний пласт з собою. Прямо за замковим мостом на протилежному від нас боці замкового мосту вже з боку півострова Старого міста здіймається один з бастіонів міста. Найдавніший з усіх бастіонів міста. Він так і досі називається вірменським бастіоном, зведений руками вірменських каменірів. Він був надійним захистом того шляху, який через замковий міст входив до Старого міста через міську браму, головну міську браму, браму Святого Михаїла. До речі, ця назва теж пов'язана з вірменами, тому що саме брамою Святого Михаїла називалися ворота, що розташовувались у південних вірменських кварталах міста. Замковий міст, який був під постійним прицілом гармат з вірменського бастіону, міг бути теоретично зруйнований у разі небезпеки загарбання ворожою армією замку. І навіть у разі захоплення ворогами замку місто могло продовжувати утримувати свої позиції, захищаючись, розбивши міст і опинившись якби в анклаві в оточенні глибокого каньйону на унікальному острові, частина якого була заселена вірменами. Кожен житель у разі атаки міста у разі його облоги знав куди йому йти взявши до рук зброю жителі міста зміщан і ремісників перетворювалися на захисників власного життя власного міста і всього християнського світу. Якщо ми говоримо про ті часи коли облягати місто не раз приходили мусульманські війська. Кам'яне з Подольськи називали вторим мечоміатином а так як звісно дуже великі процент арм'ян жили в окресності учитывая то що губернія було це в центрі. Шуточно називали, що коли петух поєт в Кам'яне з Подольськи на три государства. Рядом це була Австро-Угорщина, другая сторона Румыния і Третья Российська імперія. Тобто це знаходиться в центрі і практично половники постоянно знаходились в Кам'яне з Подольськи. Якщо ви внимателі посмотри, храм, фундамент храма строїлися нескільки етапів. Тобто чість, коли посвітітів було мало, тобто використовувалося тільки центральна частина. Коли з увеличенням верючих, то винуждали би добавити вот цю частина. А коли ще увеличився намного більше, тобто цими пилонами боковими, увеличився територія храма практично до три рази. Да, хоча городське население Кам'яне состояло із трех общин, що до сих пор отражено в гербі города, польській, украінській і арм'янській. В случае опасності горожане выступали, как говориться, единим фронтом. Ну а в обычной мирной жизни каждая із общин обладала полной внутрення автономію, самоуправлением і даже судопроизводством. Східно того середньовічного судочинства, якщо якась подія відбувалася на території, де жили вермени, то і судилися вони саме суддію, який належав до верменської громади. Магдайбургська, права, то вони имали право судити чоловіка, який провинился. І даже скажу, моменти, котрим до сих пор для мене євляється вищій демократії. демократії. Дуже був оговорений тот момент, якщо руси і арміні подралися, хто буде судити. І скажем, настільки це демократично було сделано, що це буде судити потепевші сторони, щоб не було конфліктних ситуацій. арміні в Подольї не тільки були законодательно уравнені в правах з другими гражданами, але зачастую обладали даже большими правами. Це виражалося в тому, що вони могли одновременно займати должности в руководящих органах як арміні так і всього міста, тоді, як остальні жителі не имели такої можливості. І вступай на трон, польські короли неизменно подтверджали своїми указами арміні привілігії. Але і арміні, як говориться, в долгу не залишалися. Дерменські купці надавали послуги самому королю, позички грошима, допомагали їм купувати коштовності для польської корони. Здійснивали поїздку в Персію і в інші країни, де купували ці коштовності. Тобто, користуючись сучасною мовою, вони були люди зв'язками, люди не бідні. Несмотря на свою, в определенні степені закритую внутреннюю житнь, армянська община активно участвовала в устройстві городського обществу, внося вклад в благосостояние камінца. Вот этот сохранившийся до наших дней колодец по-прежнему носит имя Армянський. Дело в том, что горожане камінца испытывали большой дефицит пресной воды, її приходилось привозити снизу от реки на подводах, но один из богатых армян на свои деньги выкопал на площади перед ратушей этот огромный колодец и подарил его городу. В 1633 році абхазеця Габазипа ще пізніше полки султана Мехмеда IV, які таки взяли місто в кінці 17-го сторіччя в 1672 році. От саме з штурмом міста турецькою армію 1672 року і повязано з значним руйнуванням вірменського кварталу, який знаходячись на похилому південному схилі острова був значно розбомблений артилерією, турецькою артилерією. Лише частина вірмен, які потрапили у спеціальний список, що був додатком до мирного договору, вони змогли виїхати з міста добровільно, причому взявши з собою лише запас харчів на три дні і жодного майна, жодних статків собою не захопивши, вони виїхали, здебільшого вони пізніше оселилися в Львові, де їхня братська вірменська община осяко намагалась їм допомогти, тобто в рази зменшилась чисельність саме вірменського населення міста. Після заняття міста турки воцарились в Камінце Подольському на долгі 28 років. Множество армян, чьи предки бежали от турок из Ани, а потом из Крыма, снова были вынуждены бежать все дальше и дальше на запад во Львов, Замосте, Станислав, Варшаву, Краков. Их жилища снова были сожжены, храмы разрушены, могилы предков осквернены. Их святыни нашли свое пристанище в чужих церквях. Чудотворная икона армянской богородицы находится в пределе кафедрального католического костела Каменца Подольского. До сих пор ее украшают изготовленные из золота и серебра изображения частей тел, исцеленных ее чудотворениями верующих. Другая армянская реликвия, чудотворная икона Матери Божией Армянской, находится на территории разрушенного Николаевского собора, ныне в Каменецком храме Московского патриархата, который давно уж переоборудовал под свои нужды древний армянский храм Святого Знамени. И только печальные армянские глаза Богородицы, да оставшиеся незаштукатуренными, спасибо и на этом, армянские хачкары, нема свидетельствуют о трагической развязке в судьбе армян, даже на подолье, не сумевших избежать турецкого преследования. История следует своим законам, своей логике. Поколение сменяет следующее и в свой черед уступает место новому. Вот, к примеру, новое поколение Каменецких горожан завели традицию приезжать в день свадьбы к развалинам армянского собора. Без этого ритуала ни одна свадьба нынче не обходится. Мы решили поинтересоваться, что племя молодое незнакомое знает или слышало о присутствии армян и об этом храме. А вы слышали об этом? Сколько раньше? Нет, таких нюансов я не зациклю аж на том конкретном. Просто общая информация есть, но так, чтобы все там глупо и почему этот храм разрушили и когда вы знаете? Без понятий. Так, что осталось от подземных ходов от женского до мужского монастыря. Тут развалины, тут от одного монастыря от женского до мужского проносили в кошках монахи и женщин. Вы 16 лет работаете, почему люди сюда приезжают? Не знаю, здесь какая-то сила притягивает. Даже еще не было вот этой кованой брамы, которая за стеной. И все равно каждая свадьба приходила на эти руины, чтобы здесь посниматься. А как называться в улице? Не знаете? После того, как в конце 18 века армянская община утратила право на самоуправление, большинство армян приняли католичество и постепенно растворились в польской среде. Если вы пройдете с полицами нашего места, вы увидите и черноокис девчат, и увидите с характерными такими рисами в плечах вермян. И поступово так проходила эта ассимуляция, а не вермянские прізвища Аслановичи, Абрамовичи, Вартерасовичи, они залишились вместе. И подекуди даже люди и не имеют что из предков были вермянные. История армянского присутствия на Буковине очень давняя. Еще в письме католикоса Теодора со второго в начале 15 века упоминаются армянские приходы и армянские церкви, а это значит, что армяне стали селиться на севере современной Румынии и в Покутском крае еще значительно раньше. Во многом это объясняется тем, что Буковина находилась на пересечении важнейших торговых путей, а в Черновцах путь с востока раздваивался. Один шел на север на Каменец, а другой уходил на запад на Польшу. Черновцы становятся вторым важнейшим центром армянской диаспоры после Южной Буковины со столицей в Румынской Сучаве. Прихід вирмен в Чернівці сопроводжувався будівництвом великих кам'яных будинків, открытием торговых закладов. Первые изгадывания вирменского историка в садок Баронч про вирменскую диаспору Чернівців связывают с приездом Айвазов. Це батько і два сини, які заснували тут торгівлю, а після того, десь на початку вже 19-го століття, почали масово переселятися вирмени з Галичини з одного боку, і з Молдови, з Сучави, з іншого боку. Так з'явилась досить велика і потужна, як на той час, як вважалось, вірменська колонія. Саме центром родинного і національного єднання на Буковині, в Чернівцях, була релігійна громада, яка була заснована в 1833 році. В 1936 році тут з'явився перший священник, який правив в лютерянському костюлі. Там була спеціально вивішена ікона святого Григорія, і вірмени колотої ікони, бодай би, хоч вона нагадувала про вірменське коріння, проводили богослужіння. Поздне, коли число верних армянської епархії весомо увеличилось, у общини созрела идея построить собствену церковь. Для этого был создан специальный комитет по сбору средств для строительства. Архитектурный проект решили заказать самому известному и модному в то время чешскому архитектору Йозефу Главке, который особенно прославился строительством в Черновцах комплекса зданий резиденции буковинских митрополитов. Армяне оставили очень значительный клад в культурной жизни Черновица, как назывался этот город во времена Австро-Венгрии. Здесь родился известный румынский поэт, классик румынской литературы Михай Иминеску, насеявший при рождении имя Микаэл Иминович. Первый городской театр был основан меломаном и знатоков драматургии Якобом Микули, чей сын Кароль впоследствии стал известным композитором и учеником Шопена, основателем Львовской консерватории. Ведомым вермянином був Якоб фон Петрович, перший бургомістр Чернівців. По нынешнему це перший мер, коли Чернівці отримала право муниципального самоврядувания, то першим мером став саме Вірменська була родиною надзвичайно багатого землевласника. Свого часу він успадкував рицарський титул, тому і от його син протягом двох років був отцем міста. Так було прийнято після нього називати всіх бургомістрів. Центром армянської общини був, конечно, храм, вокруг которого формировались армянські кварталы Черновцов. Рядом с ним знаходилось епархиальное управление і дома священника, воскресная школа для детей. Руководство общин тратило огромные суммы на просвещение, і діти буковинських армян получали образование в Венском, Варшавском і Бухарестському университетах. К сожалению, советська власть уничтожила почти все архивні документи о жизни армянської общини, рівно как і о жизни польської і еврейської общин Черновцов. На жаль, ми маємо констатувати, що з приходом радянської влади в 44-му році абсолютно більшість матеріалів, які дозволили би нам підтримувати пам'ять вірменську, були знищені. У нас, особисто в моїй родині, були знищені по суті всі фотоальбоми, знищені колекції, які збирав роками мій дід, мій прадід. Так сталося з багатьма вірменськими родинами. Ми ті люди, які живуть тут споконвічно. Є міжнародні такі традиції, за яких народ, етнічна група, яка проживає на даній території протягом чотирьох поколінь, тобто 100 років, вважається корінною. Так якщо ми живемо тут з 15-го століття, чи можна нас вважати такими, що прийшли на цю землю якось звідкись. Тобто, для нас ця рідна земля настільки ж рідна, як і для багатьох інших. В цій землі покояться прах наших предків і дуже багато вірмен, яким пропонують, чи переселитись, чи покинути. Основним аргументом відмови вважаю те, що в цій землі лежать кості мого діда, прадіда, батька, мами. Мабуть, це і моя рідна земля, як я зможу її покинути. В кінці 17-го, початку 18-го віку, больша маса армянського насеління Галіція переселяється в Буковину, в Покутський край. Тут ще перехрещували торгові шляхи, бо тут була Буковина, яка була під владою Туреччини, а на цій стороні, за червами, тут була Польща, Австро-Угорщина, і шли торгові шляхи. Кути було таке містечко, що тут були ярмарки, пару ярмарків на рік були такі великі, солідні ярмарки. Вермени зашнували кути. Їх, як били там турки, бо це мама розказувала, їм дали таку власть і король, що прийняв їх, дав таку власть, що вони так, як жили і українці, як поляки. Женилися з українцями, вермени, дуже. Оце є, тепер багато, але чоловік українці, а жінка, мама вермінка, дуже багато є. Село Куте на берегу Черемоша в нынешній Івано-Франковській області тогда даже называли второй армянській столицей Польщі после Львова. Здесь і в Бережанах, Снятыне, Городенке, Лисце, Жванце, Язловце, Других сілах, Жили в разне време сотні армянських семей. Зараз об цьому, напомінають лише всіх забитіли полуразрушенні кладбища, які містне насеління считають і називають польськими. «Це кажуть люди, що це польські, говорять так в нашій місцевості, але дехто говорить, що це вірменські. Тато казав, що це і вірмени тут були, і поляки, але я сам не знаю зараз, хто це може бути, чи дійсно, чи це вірмени, чи це поляки, напевно це якесь. Ну, Болосевич, то вірмен. Вірмен були, бо таток казав мені, що якщо фамілія закінчиться на Чі, то вірмен. Ну, є й Ганькевич, Динобідович, Захаріяш. Ну, який, ну, тут я це не знаю, чи це є Рупсума, ім'я, чи це Болосевич теж фамілія, а Рупсума – це, напевно, ім'я. Ну, я знаю, мені люди, Стасі, значить, сказали, що тут Рупсума, Рупсума. Так і я запам'ятаю. Якщо по-літературному, Рупсіма, значить Рупсіма. Ну, у поляків, я знаю, що Рупсіма немає виглядівня. Так. Потім, покоїшіхся здесь армян, розбросано ныне по всьому світу. Все вони були винуждені оставити і родні очаги, і могили предків, після на Україні. родителей и близких, до сих пор составляет для него главный фундамент самоидентификации и миропонимания. Армяны были приглашены через польских Крульев. Они так просто не только сами приехали. Круль знал, что если он хотел, чтобы государство лучше делало, лучше развивалось, надо приглашать армян, потому что они умные люди. Это первое. Второе. Когда армяны пришли, армяны очень хорошо работали для польских, они начинали чувствовать себя немножко тоже палаками, они очень много денег зарабатывали, они не потеряли эти деньги только для своих приватных идей, нужд, они давали много денег на разные фунты, делали для государства. И еще что важно было, что армяны, польские армяны, они никогда не изменили, они были до конца верны Польше. Они так себя чувствовали и так трактовали Польшу, что как они бы были сынами этого народа. Это одна нация в Польше, на которой не можно сказать, что они изменили. Они никогда не изменили. И сам пан Мачи и его жена, тоже армянка, Марта Аксентович, хорошо помнят рассказы людей, которые были вынуждены бежать в Польшу из Западной Украины и Буковины, спасаясь от прихода советско-сталинского режима. Что интересно, у меня дед армянин. У меня армянство идет по линьски, по мужской линии, да? Бабка, жена деда, а та полка, она полка из Бориса, из Львова. И как дед умер и все информации, чувствование себя, что мы армяны, бабушка давала, а она полка. Как смешно. Целая традиция это и работа. Она так делала, что целая семья вместе была. Она об этом говорила, она говорила, что надо, чтобы мы чувствовали себя очень думны, что у нас такие корни, что армяны это велкие люди, это аристокрация польская раньше была. Ну и так мы себя чувствовали. У нас такой был священник, назывался Казимеш Филипиак. Это последний армянский священник. Ему рукоположение давал арцибискуп Тодорович. А он полак, он полак, во Львове, да, полак. И он себе чувствовал, как армянин. И он говорил, что армянин в Польше это как два разы полак. Он так говорил. Памятай, польский армянин то два разы, как полак. И мы так говорили. В каждом крупном польском городе до сих пор существует армянская община. Семья Богасевичей вместе с другими варшавскими армянами каждую субботу собираются на литургию, в которую служит армянский священник-католик. Служба идет на двух языках. Аминь. Аминь. Возможно лица этих прихожан покажутся вам не слишком похожими на наше привычное представление о том, как должны выглядеть армяне. Однако предки большинства этих людей вышли когда-то из древней столицы они. А их родители родились на территории Галиции и Подолье и были вынуждены бежать в Польшу. С теми же, кто по каким-либо причинам не успел или не захотел убежать на Запад, новый сталинский режим не церемонился. Их всех объявили белополяками, согнали в вагоны для скота и отправили, как тогда пилось, в дальний путь на долгие года. Я родился в Сибири, я родился в Тюмене. Я 8 лет там прожив. Напевно, где-то не нужны были такие люди на тот час, которые имели свои взгляды, свои думки и так далее. И для того, чтобы не попасть под этот репрессивный механизм, практически они выехали все по голову. По-моему, выезжали. Частина в Польшу, частина в Немеччину. Выезжали. Николай – директор школы и голова сельского совета села Банилев. Его родителей выселили в Сибирь. И вернуться на родину семье удалось только в 60-е годы. С тех пор пробудившийся интерес к прошлому родного села привел его к исследовательской работе во многих исторических архивах Украины, Польши и России. Була такая европейская программа «Кути – маленькая столица польских вермен». Из всех данных виявило, что у нас десь на початок 20-го столеття, это уже в минулом столетии, у нас проживало десь по-моему 67 польско-верменских семей. Усього больше 250 человек. Усі фамилии заканчивались на ИЧ, до Набидовичи, и так далее. И вот они перейшли, спочатку заселивши цю территорию, они ось тут проживали. А от чому звідти вони пішли? Ну, тут, напевно, швидше всего, что все-таки вермени любили торгувати и так далее. Напевно, я так думаю, бо усі от цих верментик, смотрюся, практически більшість з них і поляків, ну, були все-таки на відмінну, ну, ну, як у свідчині. Тому що серед них були і лікарі, були там і нотаріуси, і так далі, і так далі. Все нынешні жителі Банилова і всього Пакутського края до сих пор вспомінають об армінах як о зажиточних і образованних людях. Директор краєвечського музею села Куте показав нам кладбище. Единственне місце, де ще можна знайти зрілих следи некогда цветущей житті армянської общини. Ну, а фамілі у нас верменські, бачите, ми їх називаємо от є Лазарович і там, ну, Манугєвич, це ці, ксензи. Але вони католицькі, навіть не можу сказати чому. Це верменські, це верменська кров то це... Сама по собі верменська громада була багата, купці. Про це говорять, що ці церкви наші, крім польського костілу, та церква і та вони були... Вірмени їх церкви поводували і вони були передані, продані греко-католицьким громадам нашим. Армянський храм в Кутах зараз займає общину української церкви Київського патриархату. Може би, тільки тому храм і продовжає жити, і люди по-прежному приходять сюди молитися і славити Бога. Ось тільки ніяких слідів армянського происхождения в храмі вже не знайдеш. Да і о тому, що до війни тут служив армянський священник-католік, помнят, тільки старожила села. Моя мама, моя мама колись ходила, дуже був поважний вірменський ксьонський отець. Дуже до нього люди ходили, такий старенький. Тут він вже в цій хаті, де тепер живе цей отець, цей церкви. І я сама колись маленько ходила до нього, ми ходили там і сповідалися у нього. До війни в Кутах жило около 2000 армян. Сьогодні нам удалось отыскати тільки двоих. Армян. Армян. Армян, але я знаю якісь армян. Я по-армянськи не знаю, що я в Армяні. Та-то ще трошки знав. Та-то не знаю, але трохи. Захарий Агапсович – тоже коренной армянський житель Кут. Но с советских времен он вполне официально, даже в паспорте, был записан украинцем. В паспорте записали, як я прийшов на армію 53-й раз. І що зробили? Написали украинцем. Прийшов, коли вже до дому, прийшов мене украинцем. Це все одно. Антонія Лазаревич – одна із последніх коренных армянок села, кого нам удалось отыскати. Наші предки у Львові, отам на Лачиконському цвентарі, Торохєвич є і тримає двох діточок. Це є мого діда, рідний брат. Оцей Торохєвич Ян, він був дуже багатий там у Львові. Він дав на сироти. І там сироти училися задурно. Ті, що не мали батьків. Безплатно. Пані Антоній, зараз скільки приблизно вірмен у кутах мешкає? Ну я ж вам кажу, що нас дві, три, троє є. А таких є багато, що або чоловік – українець, або вона – українець, а вірменів нема. Нема. То все повиїжджало в почту. А потім вони у нас вже в тридцятих роках почали асимілюватися і ставати поляками. Вірмени. Ну як ставати поляками, то я розберу. Він вже не може ставати поляками. Але вже по вірі ходити в католицьку церкву і так далі. Вірменську мову ви знаєте? Ні. Нас не вчили. Не вчили. А тато і мама знали? Вони говорили. Як хотіли посваритися, щоб ми не чули, то вони собі по-верменськи сварилися. А чому вам не передали? Не передали і не вчили нас. Все йшло на польській мові. Ми ходили на катехезу до польського костіла. А це тут Вірмінський. Він не давав нам релігію. Тобто ви були католиками? Католиками. І зараз ми католики. А батьки вас хрестили чи ні? А я. А де? У польській. Вірмінській чи польській. Що вірмінське, що батьки. Одне свят. Праздник. А ми і ті святкуємо, і ті святкуємо. А ви себе відчуваєте українкою чи вірменкою? Вірменкою відчуваю, бо я є вірмінка. Я не встидаюся своєї нації. Хоч я не вмію її говорити. А все одно, як я бачу когось з Вірменів, приїжджали оці. Просто так, як родина. Що це сказати? Це самі знаєте. Це як родина. На самих границях Хмельницької і Черновицької областей, на Дністровських кручах, раскинулося большое село Жванець. Як і в інших селах Подолі і Буковини, армяне в разне время составляли здесь до половини населения. На території села є армянський костел непорочного зачатия Богоматери. Здание його известно із армянських источників, як маленькая древняя армянська крепость, окруженна с юга Дністром, а с северо-запада – рекой Жванчиком. Коли построена армянська крепость, неизвестно. Історики утверждають, що стены, окружавши храм, були высокими і крепкими, і указують, що в 1766 році, во время нападення турок на Жванець, часть жителів укрылась за церковними стенами. Сейчас від них залишились тільки каменні ограды. Ну і в них можна розглядіти следи былого. Це під час я так розумію, що мур це зроблено півницями, тоді ж коли замов буде. 1581 рік пишуть, що згадується тут, ніби на цьому місці. А потім пишуть, що відбудовано вже кам'яний, стараннями жителів, прихожан, костіл, католіків. Не вказуються, бо тут відновили різні конфесії. Тут жили і армяни. І пишуть, що греки по стих областей. І поляки були, українці. А кількість вірмен приблизно, хоча б ви щонебудь знаєте про це? Кількість вірмен перед війною? Знаєш, що тут було, іменно тих, що до причастя оставало 800 осіб. Це було 1750 років. А скільки самих, може було 2 тисячі, я не знаю. Іменно тих, хто приходили до костіла, що приймали причастя. Наталья Савицкая-Авдійчук работает в сельсовете Жванце і є прихожанка цього католічного храма. Ну і заодно, зараз руководить тут реставраціонними роботами. А ми думаємо, що ви армянка? Ні-ні-ні. Що ви така? Ні-ні, в мене і українська, і польська фамилия. Хоча хто його знає, що тут було раніше? Ну а є вірменська? Що може я відкизаю, що колись було століття. Що ж, пам'ять человеческая так і устроена. Що-то ми не помнім, що-то просто позабыли, що-то з нею хотімо і витісніть куда подальше, а чого-то ніколи і не знали, і ніхто нам про це не розказав. І вже нові люди, смутно помніщі і само родство своє, со смехом скажуть. А хто його знає, що там лет сто назад було? Та і важливо ли це кому сьогодні? Поколение сменяет поколение. Род проходит і род приходит, а земля пребуває вовеки. Ідет ветер к югу і переходит к северу. Кружиться, кружиться ветер на ходу своєм, і возвращається ветер на круги своя. Як возвращається на свої круги пам'ять о великих людях этой земли, коли вже кажется, що стерта она безвозвратно. І ничем, кроме проведення Божього, объяснить це невозможно. Невозможно. Но происходит в итоге именно так. Ще. Юзеф Тедорович б архиепископом не армянской апостольской, а польской католической церкви. Так распорядилась судьба, що потомка анийських армян провожають в последний путь поляки. Дань признання і уваження виражає йому именно Польща, в лице высших представителей государственной церковной власти. Але є больша і високая привилегія, которую предоставили организатори этого прощання. Последнє відпівання этого видаючогося человека происходит не по-польськи, а по-армянски. І слова отходной молитви «последнє прости», «последнє прощай» звучат на родному йому языке речі, которая звучала в округе його колыбели. Как звучала она, возле колыбели ще десятков поколений армян, нашедших втору родину вдали от матері Армінии, і оставивших огромное наследие в благодарной їм Европі. ЗАРАЕМ ЗАРАЕМ ЗАРАЙНИИ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok